На России нарастают протестные настроения, и все чаще из толпы звучат призывы расправиться с преступным московским режимом по законам военного времени. Там начинают подозревать, что Кабай врет насчет Курской области. Спустя месяц, ВСУ продолжают продвигаться, а россияне требуют от Кремля ответов, ведь им говорили, что два дня и все закончится. Противник захватил рубежи Курской области, границу России, но на сегодняшний момент, помните, Герасим объявил, что президенту Путину, Владимиру Владимировичу, начальник штаба вооруженных сил, что группа ДРГ в количестве 300 человек прошла границу, мы через два дня ее выдаем, все будет нормально. Но прошел месяц, результата никакого нет, совершенно. Враг укрепляется, враг идет дальше, уже в Александровке враг, идут бои в Александровке, это 30 километров от границы, идет, пытается прорваться, перекрыть Курск-Крыльстрассу и на атомную станцию. Беда и проблема. Когда это началось, все предупреждали, все структуры предупреждали, мы предупреждали структуры, все, что, уважаемые, идет накопление сил. Все это знали. Герасим вооруженные силы, он возглавляет штаб, но результата никакого не было. Люди, которые сбежали, Корневский, Суджанский район, Беловский район, Лужковский. Кеткина, они сбежали, некоторые, извиняюсь, в нижнем белье. Произошло предательство, никто не предупредил. Структуры, власть, чиновники, администрация не предупредили, сами сбежали. Вот Корневский район там какая-то, сейчас выдали им всем главным, ведут прием курские жители, которые эвакуировались. Они приезжают, журналисты, которые карманные, московские, показывают сюжеты, наигранные с какими-то людьми непонятными. В итоге обман и ложь. По бумагам, по телевидению, по прессе война уже закончилась. Но война идет, месяц войны, месяц. Люди остались без крови, без жилья. Да, какую-то помощь гуманитарную, изначально там, Курске, по районам выдавали. Сейчас прекратили выдавать. Раз в полмесяца, раз в месяц. А как прожить банка тушенки, консерва, килограмм какой-то, крупы или что-то, масло банка пол-литровая. Ну и как прожить? Литровая баночка маслицы. Как прожить людям на эту, ну, зарплату какую-то они не получают, да? Говорит, мы будем две трети платить вам, да? Плюс какая-то помощь, 10 тысяч, 15 тысяч тоже не получают. Отказывают большинству. Это кощунцев. Как можно прожить на 10 тысяч людям, которые остались без крова, без всего? Забрать во всех этих Герасимов, Иванов, Петров, Сидоров, Шойгу. Все забрать имущество. Нас предали. Россию предали. Предали генералы вышестоящие, которые бизнес за границей. Все там, дети там, все там. Они нас предали. Предали Россию. Расстрел не ниже. Сюда на передовую. Имущество забрать. Всех родственников на войну. Государственную думу на войну. Всех на войну. И война, я думаю, через месяц закончится. А так страдают жители. Пофигу все. Всем пофигу. Ну, власти. Где вы есть? Где находитесь? Где находитесь? Почему ситуация не меняется? Почему людям не объясняете? Как вести? Вы же знали, что надо эвакуация. Но не эвакуировали. Люди страдают. Куда людям деться? Куда деться? Вот сейчас зима заходит. Где им жить? Когда закончится, объясните. Когда это все закончится. Когда война закончится. Около 8 километров, удивите, находимся. Под границей. Под Корнево там, да. Идет дым, идут бои. Ну, и когда это закончится? Когда это закончится? До мозгов чьих-то должно это дойти. Что происходит? У нас идет полноценная масштабная война в Курске, под Курском, в Курской области. Для меня сегодняшняя война не существует, не существует ни Первого канала, никаких артистов не существует. Вы едете в Сочи, за наш счет живете там, устраиваете концерты. В это время идет война в Курске. По 15 тысяч раз дали людям, за внесенный ущерб. По 15 тысяч раз дали. Артистам дали по 6 миллионов за выступление на новой волне. Что за пир во время чумы? Что в ваших бошках происходит? В тупорылых ваших бошках. Вы иноагенты. Я вас объявляю всех иноагентами. Короче, ребята, что-то творится непонятное. Что происходит? Где враги? Я считаю, что это главнокомандование, это вообще бардак, полнейший бардак. У меня служит брат в армии. Там происходит... Вообще, что происходит? В какой мы стране живем? Может, мы в разных странах живем? Объясните нам. Может, мы что-то не знаем? Может, мы в разных странах живем? Может, вы в одной стране живете? А мы до сих пор в СССР? Или вы в СССР? Мы в России. На Россию массово жалуются на московский режим и требуют немедленно отправить его в отставку. Говорить буду по бумаге, потому что сказать хочется многое. С начала правления нынешней властью в нашей стране, жизнь становится все хуже и хуже для людей. Перечислю только некоторые стороны нашей жизни. Инфляция, рост цен. Разрушение промышленного сектора страны. И, как следствие, потеря рабочих мест. Давление на аграрный сектор. Удушение. Налогами и кредитами населения. Ухудшение в сферах медицины, культуры. Развал образования. Следение на нет качества жизненно важных услуг. Разбазаривание природных богатств. Неспособность к тушению лесов. Распихивание по карманам казны, которые являются средствами налогоплательщиков. Развал армии. Неспособность оборонного комплекса страны защитить своих граждан. Предание анафеме, фактически. То есть признание иногентами некоторых лучших людей страны. Все это является признаками госизмены, колонизации и тоталитаризма. Когда попирается свобода слова, печати гласности, накладывается запрет на естественное право собственного мнения. То есть преследуется инакомыслие. Мы люди не согласны жить в таком положении. Любящий свой народ и свою родину. Мы требуем отставки нынешней власти. Так как она способствует развалу страны изнутри. И допуску внешнего врага не только к нашей собственности. Но и обустройству ее на нашей территории. Исконной территории. Которая проводит политику геноцида коренного славянского населения. И других народов России. С помощью издания карательных законов и других мер. Что является настоящим нарушением прав и свобод человека. Мы хотим открытости и одномоментности выборов. Мы требуем мобилизации депутатов и их совершеннолетних сыновей на линию фронта. Для доказательства преданности отчизне и истинному служению своему народу. Мы требуем закрытия всех границ. Проверки всех чиновников и олигархов на предмет измены. То есть какой-либо связи с врагами. На предмет выведения капиталов и вывоза природных богатств. Из страны, принадлежащих народу. Немедленного освобождения ими занимаемых должностей мест для настоящих народных избранников. Мы требуем свободы для политических заключенных. Снятие. Меня очень волнует ситуация, сложившаяся в стране. Идешь и повсеместно висят плакаты с призывом «За наше», призыв пойти на СВО. Очень, на мой взгляд, интересная ситуация складывается. То есть вы народ призываете, а сами не считаете себя народом или не считаете причастными к нашей стране. Сейчас была на почте, подала волеизъявление, обращенное в Государственную Думу к депутатам. О том, что я считаю, что депутатам пора своим премьерам показать и пойти на территорию СВО и защищать нашу страну. А принимать антинародные законы, нажимая на кнопочки, много ума, наверное, не требуется. А в Курчатове жалуются на домофоны, на которых режим распилил 80 миллионов. Учитывая недовольство кремлевским режимом, будет неудивительно, если скоро начнутся протесты и бунты. А вот видео домофонов, которые по весне было потрачено 80 миллионов рублей, которые должны дублировать сирену ракетной опасности. Да тут, как слышишь, и проблемы с сиреной. Ни домофоны не работают, ни сирена как надо. Главное, что бабки освоены. А также при ракетной опасности на эти 80 миллионов должны срабатывать домофоны, дублировать. И также должны открыты быть двери. А жители Курщины жалуются на российских волонтеров, которые привезли им всякий мусор, а что хорошее, видимо, забрали себе. Вот все, попривозили бэушную одежду, и мы сейчас сортируем, перебираем очень многое количество, которое совсем непригодно к тому, что людям можно что-то подобрать. Это только на утиле. Мы просим новую одежду. Новую. Хочется каждому дать новую. Вот правда. Вот приходите, носочки есть, мы даем. Трусики есть, мы даем. Деткам мы одеваем все, что есть. Полотенце мы даем. Хорошо, что мы все организовываем. Да. Когда не откажут. Курской области. Короче, надо бояться своих придут. Они нас подобивают, чтобы мы ничего никому не рассказывали. Да, сейчас, как мы там попали дружинами, мы брали их. Сама может привезти вам до того, какого друга. Овощи есть. Я не знаю. Стыдно просто, ребят. Стыдно, да. Стыдно, стыдно. А мне это никакой стыдно. Ну, поверьте, ну... Бандиты зашли. Ты хотя бы детей не пугал, которые там вот выехали, что тут бандиты. Да. А бандиты и воду раздают, так сказать. И хлеб может. А пока ВСУ раздают хлеб и воду на освобожденных новых украинских территориях в Курской области, российские солдаты в Львове, наоборот, все мародерят. Данный российский солдат, который попался в СУ, рассказал, что его хотели обнулить свои же. Когда мы отходили, где мы находились, начал крыть миномет, АГС, чтобы Москву вставнули, чтобы они попадали в плен. Это тоже ваши, вы стали крыть? Да, это наши, наши. А почему у вас же так боялись, что вы попадете в плен? Не знаю. Ну, есть какие-то предположения? То, что боятся, что знаю правду. Бенни был приближенный к тишине. Приближенный к командованию? Да. Он часто находился в деревне и носил обозы, частенько ходил на бетонку. Ну, по их мнению, наверное, почему у него первого из за двух сотелей мог рассказать, где он находится. Ну, а ты, я знаю, ты работал с документацией. Да. Ну, по мне, наверное, тоже пытались, но не получилось. Какое твое отношение к этому? Негативное. Очень х** в командовании. Сидят такие люди, которые своих же готовы убить. Просто, чтобы не жили, а чтобы были 200. Есть и россияне, которые переходят на сторону ВСУ и принимают участие в освобождении Курской области. И сейчас это Россия, которая из России сначала пройдох, а потом воров превратилась в Россию, где правят массовые убийцы, которым я служить не захотел. И вот я сейчас здесь, на территории свободно от этих массовых убийц. И это почему-то у меня вызывает радость, несмотря на эту дикую тревогу и страх. Здесь нас чуть не взорвали. Сейчас между нашими двумя машин упал дрон. Но грохот опять. Россия стреляет, выискивает какие-то позиции. Так вот, я хочу, чтобы Россия была без этих Путина. И все-все сейчас, кто будет видеть это и писать мне какие-то душащипательные посты про то, что я предатель. Это вы, б***ь, предатели. Потому что нельзя работать под властью массовых убийц. То есть пройдохи и воры, б***ь, с ними. Очень много где власти такие. В России так всю жизнь такие были. Но работать на массовых убийц, пацаны, вы че, б***ь. Все те, кто там со мной дружили и работали, вы че, б***ь. Имена сейчас называть не хочу просто. Хотя вы знаете, о ком я говорю, парни. Знаете, каждый. Это вы, предатели. Те, кто поддержит это, б***ь, и те, кто помалкивает. Если бы все сказали нет, вот этого всего бы не было. Тем временем, российские пропагандисты, которые все время твердят, что Россия якобы воюет не с Украиной, а с НАТО сейчас говорят, что при реальном столкновении с НАТО, у них нет шансов. Ну, черт-то серьезный. Ну, даже дело не в том, что сегодня с Украиной. Если Британия заявляет 28-й, Германия 29-й о готовности воевать с Россией, не мы заявляем, а они заявляют, что они будут с нами воевать. Я давать вам говорить прямо. Первое самое главное. Средство нападения противника. Основное, это первый удар, бассированный ракет на авиационном ударе. Это шелон, первое, второе шелон, крылатых ракет, в основном тамагавка. Они на счету тысячами. Основные носители морские. Флот приличный, чего, чтобы греха оттаять у НАТО. Ну, Соединенные Штаты в Америке точно, а страны-то похуже. Так мы понимаем, что на всей территории России, значит, надо просто прийти к чему-то другому. И пока Россия ежедневно тратит миллиарды на удары по Украине, на России полная разруха по всей стране. То есть отбитый наглухо режим, вместо того, чтобы строить и улучшать условия жизни, предпочитает тратиться на ракеты, чтобы бомбить Украину. Вот как мусор выносить, я вот не понимаю. 10 лет октября, 9-я линия. Как людям выносить мусор в частном секторе? Ужас.